Ну что ж, дамы и господа, я всех приветствую. Представляю вашему вниманию мою подборку чехлов для Xiaomi Mi 9. Расскажу сегодня о их плюсах-минусах, для кого в принципе подойдет какой вариант чехла. Ну и вы уже сами сделаете выводы, какой вам больше нравится. Потому что есть чехлы, которые в принципе практически универсальны, но в некоторых задачах они могут вас не удовлетворять. Начнем мы, конечно же, с того чехла, который идет в комплекте. Он мне понравился. В принципе, Xiaomi старается делать комплектные чехлы такими, чтобы вы не так быстро бежали в магазин за покупкой нового чехла. Но у него есть ряд недостатков. Это то, что он не очень хорошо защищает камеру. Он очень хорошо прилегает к смартфону. Смартфон не выскальзывает из рук. Он достаточно тонкий, не утолщает смартфон. То есть, если вы хотите получить удовольствие от использования смартфона, в принципе, можно использовать этот чехол. Но максимальной защиты он вам не даст. У него изумительные вырезы, что внизу, что вверху. У него приятно и довольно сильным отщелкиванием нажимаются кнопки. Здесь они идут дублирующими. То есть, здесь они не сделаны в виде отверстий под кнопки самого смартфона. Поэтому это можно отметить как плюс. Но у этого чехла, как я уже говорил, есть некоторые недостатки. Это то, что он не сильно хорошо защищает по углам. Потому что смартфон, если будет лететь с большой высоты, то вероятность падения на угол очень высокая. И вот здесь никакого уплотнения нет. То есть, это чехол для тех, кто очень бережно, аккуратно использует смартфон. И просто хочет сохранить его от каких-то легких нагрузок. Где-то легкое падение, где-то кидание на стол, на кровати и так далее. То есть, чехол можно использовать. И я некоторое время, пока мне не пришли основные мои чехлы, я, конечно же, им пользовался. Он мне очень понравился. Не могу сказать, что он прям откровенно плохой. Следующий чехол, который я заказал, это вот такой вот чехол, являющийся клоном оригинального. Либо являющийся оригинальным. Я так и не понял, в общем-то, его историю происхождения. Потому что, когда я его заказывал, у продавца написано, что это был оригинал. Но пришел он мне в неоригинальной упаковке. Мне сказали некоторые люди, что сделан этот чехол идеально. То есть, они посмотрели мое видео и сделали вывод, что это оригинальный чехол. Просто, скорее всего, как мне кажется и как мне вот подсказывали, это чехол, украденный на заводе и запакованный в обычную какую-то упаковку. Для того, чтобы не платить там какие-то комиссии. Я даже не знаю, может быть, еще какие-то налоги. Для того, чтобы не заниматься распространением оригинальной продукции. Ведь для этого тоже нужна какая-то лицензия от тех же Xiaomi. Скорее всего, используются вот такие вот схемы по продаже вот этих чехлов. Если это действительно оригинал и вы знаете, как отличить оригинал от неоригинала, то напишите в комментариях. Я, например, не нашел в этом чехле никаких косяков, которые бы показали, что это не оригинал, что у него где-то какая-то плохая печать, плохая строчка, например, или где-то что-то отвалилось. То есть, я пользовался определенное время этим чехлом, и он удивительно себя проявил. То есть, нигде ничего у меня не отвалилось. И сам телефон в нем сидит идеально. То есть, видно, что лекала сделаны просто отменно. Минус этого чехла это то, что у него некоторым не понравится вот этот ремешок. Он может кому-то мешать, он может показаться лишним вообще. Но плюс это то, что этот ремешок можно использовать, ну, во-первых, для того, чтобы действительно телефон идеально сидел в руке, и вы его не потеряли. Особенно это важно, когда вы где-то путешествуете, и вы хотите, чтобы вы снимали, допустим, какие-то влоги на телефон, и чтобы телефон был под надежной защитой, и чтобы вы его не выронили, особенно если вы активно как-то путешествуете. Это реально очень удобная конструкция. Но, опять-таки, не для всех. Также эту штуку можно использовать как подставку. Вот таким вот образом ставите, и она очень устойчивая. Миллион раз проверено, грубо говоря. Все good. Мне нравится, что здесь идут вырезы полноценные, и кнопки являются не дубликатами, а кнопки вы нажимаете родные на смартфоне. Слегка они получаются утопленными из-за вот этих вот граней, и поэтому случайных нажатий на телефоне вы не сделаете. Сам телефон идеально быстро сюда устанавливается, идеально легко отсюда высовывается. Мне очень понравился этот чехол. Я вот сейчас специально для вас одену, и вы посмотрите. Хлоп, все. Телефон в чехле. Есть разные расцветки. Цена на этот чехол была что-то в районе 4-5 долларов. Оригинальный стоит около 10, 12, 15. Я уж точно не помню. То есть существенно. Поэтому, если хотите сэкономить, то, в общем-то, попробуйте рискнуть и заказать дешевую версию, дешевый вариант. У меня каких-то претензий к этому чехлу нет, за исключением того, что есть люди, которых... Ну, просто он не устроит из-за того, что здесь вверху открыто, а здесь внизу открыто. То есть, есть люди, которые хотят защиту вот как здесь, в круг 360, чтобы вверху внизу было все закрыто. Вырезы сделаны здесь идеально и под камеру, под все. Единственный момент, что чуть-чуть, если вы присмотритесь, чуть-чуть камера здесь торчит. Именно с этого краю. Здесь она тоже как будто бы торчит, но если ставить вот таким вот образом на вот эту петлю, вот эту ручку, то постоянно будет прилегать к поверхности этот кусок камеры. Поэтому важный момент, если вы вот всегда вот так будете ставить, то я бы рекомендовал этот чехол не покупать, потому что камеру вы здесь побьете. Либо какую-то защиту на камеру нужно будет отдельно покупать. Но, конечно же, как аксессуар, который украшает смартфон, он действительно смотрится просто по-царски. Он вообще не утолщает смартфон практически. Он идеально просто сидит в руке. То есть, я бы сказал, что это один из самых удобных и приятных чехлов. За исключением защитной составляющей, которая вся тут у вас налицо, и вы можете понять, защитит он от каких-то определенных падений, ударов или нет, и выбрать под свою ситуацию. Также легко снимается, вообще прекрасно. И что мне понравилось, он нигде вот здесь не потрескался за время использования. Я переживал за эти грани. Действительно хороший, качественный пластик. Вот я его гнул, и он не ломается. Это действительно очень-очень надежный пластик. Ну, мне лично он зашел. Смотрите сами, понравится вам такой чехол или нет. Следующие чехлы, которые я заказал, это пачка чехлов от Нилкин. В том числе, вот такой силиконовый, который уже избавляет нас от тех проблем, которые есть в родном чехле. Это отличный мощный бортик вот здесь вверху, который защищает и этот угол камеры, и этот злополучный угол, который практически во всех чехлах выпирает. К тому же, кнопки здесь у нас идут уже с сильным нажатием. То есть, для того, чтобы что-то нажать, нужно приложить намного больше силы, чем это происходит в других чехлах. Это здорово. У меня никогда не было случайных нажатий. К тому же, бортик этого чехла вверху отличный. То есть, вверху он защищает смартфон просто отменно. И получается, что если вы будете ставить бортиком на какую-то поверхность, то экран у вас не будет царапаться. Ну, вот сейчас посмотрите, как это выглядит. То есть, видно, что бортик возвышается. Причем, значительно. И вот таким вот образом я ставлю. И, собственно говоря, чехол не елозит. Смартфон не елозит. Важный момент – это вырезы внизу и вверху. Они здесь сделаны идеально внизу, идеально вверху. И защита здесь у нас полноценная 360 в круг. Здесь, здесь все отлично. Еще один момент – это усиленные боковые грани. То есть, вот здесь у нас используется утолщение. Очень мощно. Несколько раз в этом чехле у меня смартфон тоже падал. Я могу сказать, что это действительно очень надежная, проверенная мной лично защита. Небольшой нюанс – это то, что он достаточно маркий. Вот видите, да, все отпечатки на нем видны. Если вы не готовы с этим мириться, то я бы такой чехол не рекомендовал. Либо его нужно постоянно будет протирать. А так, чехол просто отменный. Особенно для тех, кто хочет показать красоту смартфона, не сильно его утолщать и иметь действительно надежную защиту. Следующий чехол тоже от Нилкин. Этот чехол уже идет пластиковый. То есть, он точно такой же, как этот, только пластиковый. Здесь у нас точно такой же идет бортик вокруг камеры. Внизу у нас тоже вырезы идеальные. Вверху тоже вырезы идеальные. Я специально надену, чтобы вы просто понимали, как это все дело выглядит. Легко одевается, совершенно прекрасно и спокойно. Кнопки нажимаются с сильным нажатием, с сильным отщелкиванием. Я могу сказать, что это очень здорово и очень надежно. Я себе назначил, кстати, эту кнопку на вспышку, на фонарик. Удобно. Два раза нажал и пользуешься. Поэтому здесь тоже идет бортик вверху. Вот, посмотрите, как это все выглядит. Но бортик не сильно большой. То есть, он чуть-чуть, как будто бы, как будто бы, либо вровень со стеклом защитным. То есть, если защитного стекла на камере не будет, то лучше все-таки аккуратно использовать этот чехол. Потому что вот сейчас защитная есть. И вот видите, он елозит. Он может быть скользкий. Он может где-то упасть с какой-то поверхности. Если не будет, то он будет на этих бортиках. То есть, тут уже смотрите сами. Но бортики скользкие. Сразу скажу, что вот эта часть, она скользкая. Поэтому он тоже будет достаточно скользкий. В зависимости от поверхности, может где-то откуда-то упасть. Кнопки нажимаются приятно, понятно. Как я уже сказал, ложных нажатий у вас не будет. Очень продуманная система. Они у меня не отвалились, как некоторые злопыхатели. Мне говорили, что это плохие кнопки. Они там отваливаются. Ничего подобного. Никогда они у меня не выламывались. И важный момент, это то, что здесь у нас есть разгрузочные вот такие прорези, чтобы чехол не треснул. То есть, фактически, это уже имитация треснутой вот этой части чехла. Легко снимается благодаря этому. Никакой нагрузки внизу нет. Следовательно, сам чехол прослужит очень-очень долго. Это новый, то есть, обновленный вариант чехла. То есть, он уже имеет у нас полное покрытие сверху и снизу. Раньше здесь у нас была пустота. И защита была только с боковых граней. Сам пластик стал плотнее. И новая расцветка. То есть, вот такая вот приятная, красивая синяя. Переливается. То есть, многие оценили действительно по достоинству эту расцветку. Следующие чехлы, это чехлы iBuyway. Тут я сразу покажу вам три чехла, потому что они все одинаковые. Единственное, что они отличаются только по дизайну. Вот так вот они выглядят. Могу сразу сказать. Идеальные вырезы. Защита камеры. Защита в круг. Все отлично. Приятные, шикарные материалы. То есть, вот это такой бархатный, тканевый, приятнейший просто материал. Здесь идет сочетание ткани и сочетание кожи. Невероятно приятные ощущения. Я обожаю эти чехлы. Но у них есть одна особенность. Кнопки нажимаются достаточно мягко. То есть, могут быть случайные нажатия. Для тех, кто не очень аккуратно пользуется, то я бы рекомендовал, наверное, эти чехлы не брать. Потому что, ну, периодически могут быть такие моменты, что вы зажмете кнопку и телефон перезагрузится. Ну, вот мой самый любимый. Это вот такой. Я заказал себе такой на все телефоны, которые у меня были. На Samsung Galaxy S8 Plus. Жене на Mi 9 SE. Это шикарный чехол. Отличный. Он чуть-чуть, конечно, больше утолщает. Вся вот эта линейка вообще в целом чуть-чуть больше утолщает смартфон. Потому что здесь очень толстый такой пластик. Или как он правильно называется? Такая резина. Резина вот здесь толстая. И достаточно плотная. Чуть-чуть, конечно, он чувствуется более пухленьким. Но зато он надежный. Реально мощный, надежный. Вырезы, как я уже говорил, все идеальные. Все под защитой. Тут вообще не придерешься. То есть тут уже просто выбирайте на свой вкус и цвет. Дизайнов тут просто тьма. Я ссылку оставлю. Можете посмотреть. На GearBest я их заказывал. На любую расцветку. Любое сочетание вот этих вот всяких тканей. Все это есть. Можете посмотреть и выбрать на свой вкус. И кошелек. Кстати, стоят они недорого. 3,99, насколько я помню. Нилкин. Шикарный чехол книжка. Есть точно такой же, только кожаный. Он мне очень понравился. У него также защита в круг. Здесь вся полностью. Шикарные вырезы. Защита камеры. Кнопки нажимаются с отщелкиванием. Туго. Шикарно. Случайных нажатий не будет. Эта верхняя крышка не елозит. Единственное, что нет у него возможности разблокировать смартфон. То есть некоторым это было важно. Что ты поднимаешь крышку, смартфон готов к разблокировке. И ты уже там пальцем либо его разблокируешь, либо вводишь отпечаток. И все в таком духе. Здесь этого, к сожалению, нет. Не знаю по какой причине. Может быть сюда что-то не установили в крышку. Может в телефоне этой опции нет. Но режим умного чехла я активировал в телефоне. Здесь он не работает. Сам чехол очень надежный. Выдержал несколько серьезных падений и ударов. Все целое. Тоже разгрузочные прорези здесь есть. Выше всяких похвал. Ну и чехол, на который я делал опыт использования отдельно. GKK. Чехол, который я заказывал на все свои телефоны для теста. Есть разные расцветки. Шикарный, приятный, мягкий. Имеет кучу всяких плюсов. Кроме одного минуса. Даже двух. Он здесь внизу не защищает. То есть здесь у нас, видите, полноценный вырез. И еще один момент. Это то, что он очень скользкий. Он приятный, мягкий, четкий. Но он очень скользкий. Надеваешь на телефон. Куда бы ни поставил. Какую-то поверхность, где телефон будет под наклоном. Бах. И он спадает. Он там соскальзывает. То есть тут уже смотрите сами. Какой чехол вам ближе. Какой вам больше нравится. Я вот на постоянном использовании. Как правило, использую вот такой вот iBuyway. Либо вот такой вот силиконовый Nielken. Это такие два самых ходовых. С этим я проходил очень много чехлом. То есть тут зависит от задач. Под какие-то задачи один подойдет. Например, с защитой дисплея чехол книжка. Под какие-то задачи и вкусы подойдет другой. Совершенно вот такой вот открытый. Минималистичный. Удобный. И так далее. Спасибо всем за внимание. Кому интересно, ссылки на чехлы будут в описании. И там будут ссылки на кэшбэки. Два кэшбэка, которыми я пользуюсь. Если кому-то интересна, группа ВКонтакте у меня есть. Там публикуются купоны, всякие скидки, акции, новости, распродажи. Ну и конечно же, заходите на основной канал. Если видео было полезным, не забудьте поддержать. Все вопросы жду в комментариях. Пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!